Как отметил губернатор края, особенно остро вопрос с пробками стоит в Краснодаре. За последние годы количество автомобилей в кубанской столице выросло в разы. А именно Финляндия сегодня славится умной транспортной логистикой. Одна из иностранных компаний уже успешно реализовала проект в Москве. И по словам главы региона, краевые власти сегодня заинтересованы в предложениях по улучшению качества работы городского транспорта. Транспортные коллапсы, безусловно, преследуют не только наш краевой центр Краснодара. Я уверен, это свойственно многим нашим городам. Машин стало в десятки раз больше, а улицы мы не расширим. Поэтому здесь, конечно, нужен умный город, умная транспортная логистика, где вы преуспели. Здесь мы тоже можем найти взаимное сотрудничество, если вы нам поможете создать транспортную логистику для нашей краевой столицы, для Краснодара. Мы в этом очень заинтересованы, потому что город, конечно, мы не расширим. Это исторические узкие улочки по себе уже сложившиеся, застройки. Поэтому здесь надо просто думать, и мы готовы на любые предложения, которые будут способствовать расшиванию пробочной ситуации. Мы, конечно, заинтересованы. И в России в целом работает около тысячи финских компаний. Ваш край не знаком, но первый раз попал именно в Краснодар. И, конечно, уже первое впечатление произвело очень позитивное. Мы видим, край развивается, растет, есть огромный потенциал. Кроме того, Краснодарскому краю были бы интересны проекты финских компаний в области придорожного сервиса, отметил Вениамин Кондратьев. Кубань сегодня один из главных курортных регионов страны. Только в прошлом году у нас отдохнули около 16 миллионов человек. С каждым годом эта цифра растет, в том числе увеличивается количество автотуристов. Мы готовы весь придорожный сервис, только брендовый, хороший, начиная от границ края и до Черноморского побережья, и до Крымского моста, то есть до Крыма, отдать, если у вас такой бизнес или бизнесмен, который готов взять бы всю дорогу от границ края и сделать вот такие брендовые придорожные сервисы, скажем так. На самом деле, где можно переночевать, хорошо покушать, провести даже 2-3 часа с детьми, поотдыхать. Но это должно быть брендово, это должно быть одинаково, одинаковые стандарты, одинаковая цена, не так, как сегодня у нас, кто на что гораст, если уж по-честному. А привести к такому хорошему, цивилизованному, современному сегодняшнему уровню. Также на встрече обсудили сотрудничество в строительстве, туризме и производство экопродуктов. Руководители финских предприятий высказали свои идеи по развитию совместного бизнеса. Глава региона поручил профильным ведомствам детально проработать все озвученные проекты. А для укрепления сотрудничества Вениамин Кондратьев предложил открыть в Краснодаре финский торговый дом.